Здравствуйте, дорогие гости! Давайте знакомиться. Меня зовут Хозяюшка. Сегодня мы с вами начнём знакомиться с Музеем быта народов Русского Севера «Истоки» Дворца творчества детей и молодёжи Преображенский. В этом году нашему музею исполнилось 30 лет. В музее живёт более 800 экспонатов, и у каждого из них есть своя история. Мы с вами побываем в настоящей русской избе, которая представлена в нашем музее. Вот в таких избах жили люди в старину, да и сейчас живут во многих деревнях в глубинке. Избы на Руси строились из дерева, потому что вокруг было много строительного леса. Мебель, предметы интерьера, многие орудия труда и даже некоторую посуду тоже делали из дерева. Вот, посмотрите, и в нашем музее тоже стены, мебель сделаны из дерева. Также мы можем увидеть много деревянной домашней утвари и орудий труда, и прялки, и корыта, и ведра, и ушаты, и многое-многое другое. Деревенский дом состоял из нескольких помещений. У каждого помещения в доме есть своё название, но об этом давайте-ка поподробнее с самого начала. Позвонив в колокольчик и переступив порог, мы оказываемся в одном из помещений дома. Это сени. Что же такое сени, спросите вы? Сени – это традиционное прихожие, деревенского дома. Такие прихожие есть и в ваших современных квартирах. Сени – это неотапливаемое и нежилое повещение в деревенском доме, которое традиционно отделяет отапливаемую половину дома от неотапливаемой. Сени в деревенских домах обычно были большими. Весной и летом в сенях можно было оставить одежду и обувь. А вот в холодное время года сени использовались как кладовая для хранения продуктов. Обычно для этой цели в сенях делали полки. Сени могли служить и своеобразной гостиной, потому что гости или родственники могли переночевать в сенях. Но это, конечно, в тёплое время года. И, конечно же, сени служили кладовой для орудий труда и тех предметов, которые не всегда умещались в избе. Давайте-ка вместе посмотрим, что же находится в наших сенях. Вот здесь на стеллажах разместились орудия для обработки дерева. Различные гвозди, засовы и вот такие вот ещё, посмотрите, засовы. Также различные ножницы для того, чтобы стричь шерстью овец и много других предметов. Также, посмотрите, на других полочках расположились орудия для изготовления обуви и уже заготовки для того, чтобы доделать эту обувь. Так как в доме были и сундуки, около дома были расположены разные сараи, всё это запиралось на замки, то ключи от разных замков, так же как в ваших современных прихожих, располагались в сенях. Только посмотрите, какие это необычные ключи. Для маленького замочка, соответственно, маленький ключик. А интересно, для каких же замков могли подойти вот такие огромные ключи? Ну, я думаю, что замки тоже были соответственные. Вот такие огромные накладные замки. Вот расположились предметы, орудия для обработки древесины, для того, чтобы делать вот такие вот интересные предметы из дерева. А на этой полочке у нас выстроились фонари. Да-да, самые настоящие свечные и керосиновые фонари, для того, чтобы вечером выйти на улицу и осветить себе дорогу. Также в сенях могли располагаться разнообразные весы. Посмотрите, вот эти вот деревянные и металлические палочки – это весы. Раньше они назывались безменами. Также могли в сенях храниться утюги для того, чтобы гладить одежду. Вы видите, что утюги, они у нас тоже абсолютно необычные, не такие, каким вы привыкли сейчас. Давайте смотреть дальше, что же еще располагается в наших сенях. Зимой, в холодное время года, в сенях можно было оставить небольшие саночки для того, чтобы утром отправиться в лес за дровами. А вот в весенний и летний период в сенях можно было оставить орудия для уборки урожая. Посмотрите, и грабли, и косы. А вот это серпы, которыми сжали зерно. Вот такие. И также сыпы для того, чтобы обмолачивать это зерно. Вот такие вот необычные предметы. Все жарче пригревает солнышко. Скоро весна, а за ней и лето. Значит, дойдет очередь вот до этих туисков, корзиночек и коробов, с которыми ребята побегут в лес за грибами и ягодами. Ну что ж, дорогие гости, сегодня мы с вами познакомились только с одним помещением, которое есть в деревенском доме. И оно называется Сене. А как называются остальные помещения в доме, мы с вами узнаем в следующий раз. До свидания, до новых встреч!